Еще раз, Декин Карине, пожалуйста, скажите, кем он вам приходится? Вот Мелкумян, брат вашей мамы. Это наша Карина Сагакянц. А вот Мелкумян Артоваз Дискандерович, он брат... Все, дальше рассказывайте. Он погиб 16 апреля 45-го года. Ай, за несколько дней. В этом самом, в Польше. Да, да, да. И там такая вообще история, он добровольцем пошел на войну. Да, да, да. А потом, значит... Он 20-го года, он понятно. Да, а потом он был ранен, получил контузию и попал в госпиталь. Тяжелое ранение было, тяжелое было ранение, и его помиссовали. А семье послали похоронку. Мать, когда получила письмо с этим сообщением, она стояла над керосинкой, упала в обморок и сгорела. А у нее оставалось еще двое маленьких детей. И этих детей, двоих, да, и брат и сестру Артовазду, вырастила моя бабушка. Все понятно. А потом он, а он остался, он, оказывается, он был, выписался из госпиталя, он был комиссован, но он, когда приехал домой, в Бакуане жили, он, когда приехал, узнал, что случилось, он сказал, я должен вернуться, чтобы отомстить за маму. И снова он пошел, значит, дошел до Польши, и в 45-м году, 16-го апреля, он погиб. Ах, Аствард, вспомним всех поименно, горем вспомним всех. Расскажите еще про одного родственника. А это, а это, а это, это тоже моя бабушка, племянник тоже, это двоюродный брат. Астриев Абак Исраилович, 13-го года. Еще расскажите, кем он вам приходится? Он тоже двоюродный брат. Здравствуйте, с праздником вас всех. Ну, естественно, интервью, потом. Он двоюродный брат моей мамы, маме брат, моя бабушка Астриева Ашхен Аваковна, а это ее племянник, ее брат родного сына, Астриев, значит, Авак Исраилович. Нашел до Венгрии в 44-м году, в Венгрии войне. Ах, 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 ах. Фактически и Артаваст погиб, и Авак погиб. А брат третьего? А это Айкас, это двоюродный брат моего отца. Он вернулся в это поличное, был художником. Айкас был художником? Как ваш брат Роберт Саакянс? Вернее, он. Жаром, жаром. Да, наследственность. Еще раз. Троллейбус проехал, немножко шумно, еще раз скажите. Да, живой, здоровый, вернулся. Но потом, во время бакинских погромов, они бежали оттуда в 90-м году. Из Баку. В Баку вернулся. Он был главным художником полиграфа. Тот же фашист. Ну да, он был главным художником издательства Азер-Хитап. Как у нас Хайгейшкс, да? Да, 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 да. Как все потом стало. Именно в Баку. Именно в Баку, да. Потом он в 90-е годы, когда начались погромы, он уехал. Ну, бежали оттуда. Бежали и потом он пускончался, а его семья, сыновья остались в Россию. Уехали в Россию. Вот так. Все, что я вам. Спасибо большое. Вам спасибо. Хочу.